В это место разврата, этой тьмы и мрака, рассказать о рождённом Сыне Божием, Рождество которого завтра отмечает Церковь Православная, о том, что Он был распят за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Какой бы ты ни был грешник, приди к Господу Иисусу Христу, исповедуйся, чтобы Он занял место сердца твоём. И Господь прощает и обещает рай, Царство Небесное. ...с людям, что на землю родился Христос, Спаситель мира. Завтра день рождения, Рождество. Радостная весть, Он прощает грехи воскресшие. Что тут плохого? А вы говорите, я мусульманин. А раз мусульманин, ты должен знать эту книгу. Ты должен считать её. Ты должен понимать. А если ты знаешь, скажи, 5 сура, 47-66 аят, о чём говорят? Не знаешь. А там написано о нас, о христианах. Что нам дана книга. Книги, мы называемся «Люди Писания». Вот про чё написано. И жил Евангелие. И что мы по нему поступали. Я по нему поступаю. Я верю, помогаю всем мусульмане, кто бы ни были. Тут в тюрьме бывает, мусульмане попадают. А я помогаю в тюрьме, христианин. Я в первую очередь помогаю мусульманам. А говорят, а почему? Потому что другой народ, им очень трудно, чтобы он выжил. Вот как. У меня вышло 38 томов книг. Я решил поделить библиотеки мира. Мы 120 тысяч километров проехали. И в Баку ночевали в доме мулы. Мула – это у них священник как. Я удивился, какая грамота у людей. Он, мула, на шести языках разговаривает. А жена на четырёх. Два высших образования. Я у православных такого не встречал даже. Но у них нет спасителя Христа, который умер за грехи людей. Вот в этом вся суть. И мы делимся, беседовали. Ходили в мечеть, молились вместе. А потом ходили в храм. Мы к Богу идём. А Бог даровал нам спасение во Христе. И нам радостно об этом говорить. Вы знаете одно. Вот мы, наша группа, Алтайский край, мы никогда оружие в руки не берём. На нашей совести ни одного мусульманина не будет никогда. Мы ни одного не убьём. Мы христиане. Люди мирные. А знает? Да. Мы верим в это, верим. И за это страдаем. А почему страдают? Почему? Я проповедовал, издал сколько там книг насчитал, и архипелагулаг. И меня посадили, я пять тюрем прошёл. За слово своё. И там мусульмане были. И мы с ними там были вместе в одном лагере. Вот как. А где ты сидел? Жанатас, Джамбульская область, Казахская ССР. Меня когда привезли туда, я ещё с бородой был. Мусульмане не должен бороду брить, если ты верующий-то. И вот я с бородой был. И пришёл начальник. Да это ничего нету. Что там муха? Ты не должен ни усы, ни чего трогать. Вот борода. А ты подкаблучник. И вот мне бороду брить. Пришёл начальник. Политоидел. Простынь положили. А встреча начал щечениц. Вот так рука трясётся и говорит, а меня Аллах не накажет, что я тебе бороду брею. Я говорю, ты не виноват. Тебя заставили. Он тоже осужденный там сидит. Ты не виноват. И поэтому у меня две бороды. Одна у меня в конверте лежит, другая на мне. Две бороды у меня. Я ту бороду собрал в конвертике и вынес из лагеря. А у вас одной нету. У нас жёна послушная. Вот мы деревню строим православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Мусульманец спрашивает, а вы свинину едите? Мы вообще никакого мяса не едим. Сегодня мы до первой звезды в рот ничего не берём. Мясом у нас никакого не бывает в доме. А как пьёте? Мы ничего не пьём. Вот наша группа, которая верующая, христиане. Ни алкоголя, ничего у нас нет. Ни курит никто. Ни наркотиков, ни одного аборта, ни одного развода. А мы православные. Это же хорошо. Хорошо очень даже. И что вы мусульман? Вот я расскажу вам. Мы проехали шесть мусульманских республик, Турцию. И с нами нигде плохо не поступили. А везде помогали. А в Грозном бывали вы? Где? В Грозном. В Грозном? Два раза. В Грозном в библиотеке мои 38 томов книг находятся. Мои книги. У меня 38 томов вышло книг. И там мы проехали, подарили 650 городов. От Владивостока до Лиссабона. Скандинавию и Прибалтику 650. И подарили на 35 миллионов рублей. Чтобы люди знали, как жить. У меня один том, посвященный полностью Корану. Я сравниваю с Библией каждую строчку. Как там написано и как в Библии. Не нападая, ничего. Книги очень интересные. Вот мы были там в каком-то городе. Каспий, скажется им. Когда заходим в библиотеку. А там в библиотекаре в России женщина. А там мужчина. И мы говорим, когда все. Я книги отдал. Он расписался. Сфотографировались. А мы, говорим, поднимались. Там стрелка. Написано комната для намаза. Нам можно там помолиться? Он сразу. Так. Открыть. Заходите. Все. И мы зашли. Сначала разулись тут наружу. Такой порядок у них. Надо обувь снять. Зашли и стали молиться. И последний поклон сделали, как мусульмане. Головой до земли. Молились о мире Дагестану. Вышли, поблагодарили Бога. Вот. А там узнали женщины, что мы приехали, книги давали. А они нас в магазин затащили. Берите, что надо вам. Вот такой кусок сыра отрезали. Мы говорим, не надо это. Вот помидоры, я говорю, лаваш там, лепешки. Это бы мы взяли. Мы сфотографировались. Я им притом фотографировал и отослал туда. Приятно вспомнить. Ну, смотрите. Да. Я тоже на самом деле. Да. У нас хорошие воспоминания остались. Это мы 120 тысяч километров прошли. Три раза по земному, вокруг, по экватору. 650 остановок сделали, где я выступал, проповедовал. Видите как. Таким людям только христианами быть. Спастить или нет. Все у них, ладно, было бы. Вот если вы пожелаете больше узнать, меня зовут Игнатий Лапкин. В скайпе вы меня сразу найдете. У меня большой Ютуб Игнатий Лапкин. В скайпе у меня там. В Ютубе у меня канал большой. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». 19 тысяч роликов наших там. Мы деревню строим православную. Я посмотрю. Посмотрите. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Вас как звать-то? Меня хозбула отзадь. Ну, я, может, не расслышал, ладно. Да благословит вас Господь, обрести путь истинно. И родных ваших. С Богом. Все, я отхожу. До свидания. В это вместилище мрака и разврата. Рассказать о любви Божией. Святая Православная Церковь проповедует о том, что Иисус Христос был распятый и воскрес третий день. Он умер за грехи наши. А прочитайте нам Библию. Я могу вам прочитать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Врата и гибели возвестить волю Божию. А любви Его, что Иисус Христос был распят за грехи людей и воскрес». «А можно молитву какую-нибудь перед сном?» «Можно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Благодарю Тебя за этот прошедший день. И сохрани нас, Боже. Спаси, захрани Господи. Спаси, захрани Господи. Спасибо за хлеб дома. Да. У нас большой ресурс есть. Видеоканал. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Самый большой канал во всем интернете. 19 тысяч роликов. Наши. Про наши. Мы строим деревню как православную. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. У нас все Алтайский край. Отец, я тебя перебью. Ты умеешь скидывать ссылочки? Что? Ссылочку вот сюда, вот в сообщение. Можешь скидывать на канал? Я не могу сделать ее. У меня клавиатура закрыта. Закрыта. Просто запомните два слова. В Скайпе я Игнатий Лапкин один на весь интернет. Вы на меня выйдете. Я скину все ресурсы. Скайп. Хорошо. Игнатий Лапкин. А если в Ютубе зайдете, Во свете Библии называется канал. Игнатий Лапкин. Точно так же. Во свете Библии. Божий дом. Ты в Божьем доме сидишь? Это дом мой. Квартира моя. Которую я получил. 11 лет шел в суд после освобождения. Я политзаключенный. Пять тюрем прошел и лагерь. И выиграл этот суд. Они должны были мне, государство, 11 миллиардов по тем ценам. Не доминированные. И вот приехал мэр города. Центральный район города Барнаула. Акала-Би. Красивое место. И два здания. 13 соток. Я получил в честь возмещения денег. Денег не было рассчитаться. Это одна из комнат, где я нахожусь. Отец. Ты святой? Вы только не ругайтесь. Смотрите. Если ты святой, за что ты тогда сидел? Я насчитал на пленку 50 книг. Библию религиозную. И кроме того, архипелаг ГУЛАГ. Солженицына. Первую в стране. И брал интервью репрессированных. У меня 4 тома по 800 страниц книг. Стихов моих. Я там Ленина назвал бандитом и людоедом. И мне преградили дальнейший путь. Так это так и есть. Так и есть, конечно. Он хуже Гитлера в тысячу раз. Согласен. Аллах силы. Дал людям, что он пожертвовал Сыном Своим Единородным. Иисусом Христом, Рождество которого завтра отмещает Церковь. И он умер и воскрес измертую, будучи распятым. И всякому, кто приходит к нему с раскаянием, дарует прощение. Чтобы люди были в раю, а не в ваду с сатаною. Сдвинутый махер, да? Так, вы что, хотите поругаться? Конечно. Давайте пообщаемся с Иисусом Христа. Вы ругаться хотите, да? Я ругаться хочу. Не-не-не, ругаться я не хочу. Завтра Рождество Христово. И мы возвещаем великую радость людям. Что в мир родился Спаситель, который умер за грехи людей и воскрес. Ага, да. Знаю это. Знаете, что моя первая книга была Библия? Моя первая книга была Библия. Я с 9 лет до 15 искал Господа. И я его нашел. Но не в религии, а в себе. А я с 2 лет, наверное, верил в Бога. А я с 2 лет верил в Бога. А в 23 года получил Библия. Почему эхо? У вас микрофон рядом где-то? Видите, эхо какое-то. Видите, эхо какое-то. Да. Ну, маленько микрофон отобейте. Так. Все равно что-то там. Я в 23 года первый раз получил в руки Евангелие. Хотя в Бога верил с детства. Вера и религия разные вещи. Разные. Разные. Абсолютно. Абсолютно. Так вот, мы... В Советском Союзе, когда соседи, в церкви, я считаю, было это правильно. Мы свидетельствуем о Христе. Что Христос, это не религия, это спаситель мира. Это мира. Нет. Вера. Вера внутри человека. Внутри, правильно. 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 Но вера, говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. От Слова Божия. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. 17 стих. Вот. Поехали. Продолжение следует...